Всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева. И сегодня я продолжаю рубрику «Прослушал, оценил». Сегодня я прослушал роман Жан-Кристофа Гранже «Пассажир». Это роман 2011 года выпуска, перевод Головина и Ратай, чтец Игорь Князев. О чем роман? Полицейские находят на вокзале мужчину, потерявшего память, и отправляют его к психиатру, а вскоре на том же месте обнаруживают труп с надетой головой быка. За расследование берется сотрудница полиции Анаиз Шатле, молодая и амбициозная женщина с непростой судьбой. Тем временем психиатр Матиас Фрер пытается помочь мужчине и выясняет, что у пациента редкое расстройство. После сильного эмоционального потрясения тот забывает свое настоящее прошлое и превращается в человека с новым именем и ложными воспоминаниями, то есть пассажиром без багажа. К своему ужасу Матиас Фрер обнаруживает у себя то же самое расстройство, а поскольку на месте преступления находят его отпечатки пальцев, психиатр бежит от правосудия и начинает собственное расследование, пытаясь выяснить, кто же он на самом деле и действительно ли как-то связан со зловещими убийствами, с мифологическим подтекстом. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил 4 звезды. Дослушал этот роман и словил дежавю. На днях я слушал сновидения Франко Телье и чувства испытал такие же. Нет, я не хочу сказать, что два романа похожи, и по стилистике написания два автора нисколько не копируют друг друга, они разные. Но что ты будешь делать? Кажется, что их мотивы и их взгляды одинаковы. В «Пассажире» начало тоже затянутое, оно не нудное, но в нем много описаний чувств и ощущений, самокопаний в мозгу. То есть помимо захватывающего сюжета в книге, значительную долю занимает психологизм событий и атмосфера окружающей обстановки, что закидывает удочку помимо развлекательной литературы и на уровень высокой литературы. Середины романа события развиваются ошеломительно, поэтому этот роман определенно классный. Триллер и детектив. Оцениваю роман высоко, на 4 балла, но без восторга. Просто потому, что я всегда настороженно и даже с предубеждением отношусь к тематике психиатрических заболеваний и патологии мозга. Эта тема всегда балансирует на грани фантастики, что я не очень люблю. Но опять же, это все вкусовщина. Тем не менее, этот роман в очередной раз подтверждает мне, что тематика психиатрических заболеваний и патологии мозга это чисто французская тема и литературная традиция 20 века, начиная с Буалон-Рсежак и Жапризо и заканчивая современными Тилье и Гранже. Что ж, я признаю их мастерство, я высоко оценил их романы, но пока мне больше их не надо, сделаю паузы, чтобы передоза не было. Аудиокнига романа Жан-Кристофа Гранже «Пассажир» есть для моих подписчиков на Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Пока-пока!